Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И также он очень хорошо учился, занимался спортом, тут ходили все грамоты, я тоже принесла, он ориентиром занимался, в школе учился, на катке бегал, очень хорошо на катке катал, на лыжах. И этот, ну тут у меня почетные грамоты, вот этот вот, наверное, у него спортивное ориентирование занимался, в общем, на олимпиадах участвовал, на всех, он очень, у него физика, математика, черчение у него хорошо, поэтому он поступил в авиационный университет, ну 4 курса проучился, и сейчас уже вот третий год сидит он в СИЗО, сейчас пошел уже в колонию, как и все мамы, я, конечно, своего сына очень люблю, он, потому что он был, он мне был другом таким, он, мы часто с ним сидели, на кухне чай пили, и он мне, меня учил, он, потому что Коран читал, он знал, что это самое, правила жизни, он меня учил, как жить надо, как, в каких моментах поступать, это было очень для меня ценно, и он же, вот я, после как его посадили, да, специально будет, Аллаху поближе, я начала намаз читать, чтобы дуа делать, поэтому вот я иду по такому пути, я, каждый раз, я читаю намаз, и, конечно, в первую очередь за него прошу, я полностью, и когда он пошел, уже все, я три дня, когда его арестовали, я три дня с ума сходила, не знала, а потом я думаю, что, у меня Аллах есть, я лучше, отдала ему все, вот свои проблемы, Аллаху доверился, и тут уже он у меня пошел, ну, конечно, не бывает дня, чтобы вот так вот не плакать, да ничего, это мой сын, мне, я выхожу на улицу, дышу свежим воздухом, и я знаю, когда он вот этот свежий воздух вдохнет, когда я выхожу на зимой, на снег смотрю, да, вот он искрится снег, я думаю, когда еще мой сын такой снег увидит, а когда весна, птицы поют, это вот все, вот я выхожу уже, я работаю в таком месте, да, ну, на природе я работаю, я в профилакторе работаю, где я вижу зиму, лето, весну, слави поют, и птицы распускаются все весной, и вот это вот, вот это мне очень трудно пережить, потому что я думаю, когда мой сын все это увидит, и мне сразу до слез это выбивает, ему вот 29 сейчас, вот 29-30 год идет, срок далее 16,3 месяца, это патру далее, это сколько же ему будет, когда уйдет? Много будет, 46, нет, 44, там он уже два года отсидел, но не факт, что им еще там этот, потому что они в строгий режим, у них шаг направо, шаг налево, чуть не подрастрел уже, поэтому у нас согласен, у нас согласен, чтобы они живыми, здоровыми вернулись, я только вот эти вот мои молитвы, и все мамы тогда, мне некоторое раз хочется позвонить, да, девчонки, давайте вот в это время, мы все намаз почитаем, да, и все попросим омаха, когда одно и то же мы время просим, наверное, все-таки это будет мощнее, вот это вот, как говорят, молитва, она мощная, материнская молитва, поэтому вот так вот. Добрый день, я мама Габидулина Руслана Рафисовича, ему 35 лет, мы из Казани, Казанская десятка так называется, моему сыну на днях вынесли, прокурор запросил срок 22 года, моему сыну 35 лет, нас когда задерживали в 2017 году, в марте, 10 ребят, пятерым прокурор запросил по 22 года, двоим 19 лет, 17 лет, 16 лет, самый маленький срок, и трудно представить это, трудно оценить здравым смыслом такие сроки. Наши дети, вот мы мамы, три мамы мы ходим, у нас у многих ребят нет пап, нет мам, мы вот три мамы, одной 83 года, другой 72 года, 60 лет, мы ходим каждый день, как на работу для поддержания наших сыновей, жены ходят, и представляете, вот две клетки, и в одной клетке сидят 5 человек, другой 5 человек, нас судит гарнизонный военный суд, как преступников, в мирное время, в 21 веке, и вы представляете, на них смотришь, они излучаются добром, они держатся за клетки, как зверьки от безысходности, из-за них так болит душа наших матерей, откуда придумываются такие сроки, это же жизнь перечеркнута, у них у всех такие дети прекрасные, вот у нас 10 ребят, и мы насчитали 25 детей, это в 21 веке, когда нам говорят, что дети должны расти в благополучных семьях, при маме, при папе, и должны расти, не ущемляясь в радости, каждый день просыпаться в любви, папы и мамы, а нас, у нас такие отцы, они такие родители, они так любят своих детей, они очень порядочные, они с утра до ночи на работе зарабатывают деньги, чтобы содержать своих семей, своих детей, оплачивать за кварплату, покупать еду каждый день, и таких ребят, таких наших сыновей, на такие сроки, за что? За чтение брошюр, за чтение, жить по исламу, а ислам, это жить по исламу, это не курить, не мошенничать, не убивать, не воровать, наши дети, они даже, когда муха сядет на стол, не убивали мух, а отгоняли их мух, и таких детей по законам, необдуманным, несовершенным законам, которые принимаются в одностороннем порядке, минюстом, наших детей изолируют от общества на такие сроки, это вообще, это непостижимо, очень горько, у нас сердца матерей обливаются кровью при виде наших сыновей, и мы, крик души наших матерей, мы просим наше правительство пересмотреть эти законы, наши сыновья, не преступники никогда не были ими, не будут, никогда. Так, мой сын Салимов Артур, его посадили 5 февраля 15-го года, он принял ислам, я считаю, что моего сына посадили незаслуженно, как бы несправедливо, он, я его с детства воспитывала добрым, учился хорошо, отлично, за учебу он получил хорошую характеристику, грамоты получал, похвальные грамоты, получил медаль серебряную за учение, особые успехи в учении. Характеристику ему дали, он поступил со школы в университет, нефтяной технический университет, за время учебы он занимался спортом, был ответственный, добросовестный, доброспособный, дружелюбный мальчик, он получил, закончил 5 лет, получил университет, получил диплом, это вот характеристика у него с армии, он пришел с армии, поступил на работу, был принят экономистом, финансово-экономический отдел, вот что-то я такое-то говорю, да не то. Ну, он помогал мне, семье, у меня еще есть дочь, 22 ему дали. Вот он... Пол жизни? Пол жизни не прошло. Сейчас ему сколько? Сейчас ему 33, его вот посадили, ему было 28. Он пятый год под следствием, вот должна быть в январе, у них в середине января апелляция. Вот мы надеемся на хорошее, вот мы сейчас вот с мамами приехали в Москву на съезд материнский, чтобы защитить наших человек. Можно сказать, что он был настоящим патриотом вообще-то. Да. Служил. Служил в армии, его, да. Не бегал никуда от армии, не спрятался. Не курил, не бегал. Я мама погибшего Ирика Решатовича. Моего сына незаконно осудили на 14 лет строго. По Уфимскому делу двадцатки, все вот эти двадцать парни совершенно были незнакомыми между собой. Просто их по национальному признаку объединили в одно субрикованное дело и признали их виновными в какой-то в России запрещенной организации. Ну, не буду именно. Запрещенной организации. Просто чтобы... Да, про эту организацию ни я, ни мой сын ничего не знали вообще. В нашей Башкирии вообще об этом не говорилось, о такой запрещенной партии. Пять лет назад моего сына осудили... Моему сыну повесили экстремиста-террориста. Только потому, что он мусульманин. И он ходил в мечеть. Больше ничего противозаконного, ничего он не делал. Нигде не участвовал, нигде ничего не принимал участия, ни в каких организациях, нигде. В общем, в деле нет ни одного доказательства по его обвинению. Наша защита также опровергла все. Опровергла... Как выразиться-то? В общем, все опровергла тоже. Обвиняем... Его обвинения опровергли они, защитный адвокат наш. Мой сын учился, работал. И вот даже открыл ли они свое... Он открыл еще свое дело, и вдруг в одно утро все вот это оборвалось. Вот я хочу его пальцюле показать. Вот он окончил авиационный университет. Да, еще я не сказала. В общем, ЕСПЧ признал нарушение моего сына. И присвоил ему компенсацию. И правозащитник, мемориал признал их политзаключенными. И вот... Это его... Вот его, я сказала уже, видите, все характеристики. Он очень хорошо учился. Сначала... С маленьких лет он был очень талантливым ребенком. Он пел. У него своя группа была. И характеристики. Во-первых, он в военной кафедре же был. Вот нам прислали в военной кафедре благодарность за воспитание такого сына. Он участвовал в крещенских морозах, концертах. Занимал призовые места. Это даже в крещенские морозы, министр культуры Башкортостана, первый приз вручил ему. Ему вручил. У них своя группа была. Он и пел, и вокалом пел он. И своя группа у него была. Вот видите, все эти грамоты. Все характеристики. Все. Это мой сын. Когда в группе пел. Все это вот как раз приз вручали, когда министр культуры. В общем, и соседи, и учителя очень уважали и любили моего сына. Сейчас даже... Вот еще. Это все благодарности, все ему, его достижения. Он и спортом занимался. И после вот поступил в работу, тянется у него, дочь есть. Теперь ребенок растет без отца. Уже пять лет. Еще ей не было годика. Дети, получается, они все со старыми защищенными отстанками. Потому что мамы, это не попутные дети. И поэтому они могут работать. Они воспитанные детей. Они не наркоманы. Не алкогольные вот эти дети. Они воспитанные, они в семье. Да, поэтому они вообще без средствового сочетания, не отстанет. Если бабушки, дедушки еще ездят, то еще нормально. А папа? Вот у нас сказалось, что эти сетки было считать 25 детей. У нас 38 детей. И вот как они жить? Их чем кормить? Солны работы не принимают. Увольняют. А дед, как они? Солны работы не принимают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok